Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц, Новый Мерси Радио. Кто бы мог подумать, что на этом канале я буду говорить о группе ДДТ? Наверное, этого не случилось бы, если бы не о Матери. Прежде чем начать, скажу, что желающие могут поддержать копеечкой выход роликов на этом канале. Ссылочка на донат любым удобным для вас способом есть в описании этого ролика. К сожалению, сегодня, как и в прошлом выпуске, таких нет. Небольшая предыстория. Фрагмент выступления группы ДДТ я застал прошлым летом на Тамане. Было что-то в районе часа ночи, и мы только-только прилетели, приземлились, такси сразу привезло нас на фест. Я хотел посмотреть на АХ-активист, которые как раз играли перед ДДТ, но мы немного не успели. Так вот, что я могу сказать о ДДТ? Эта группа не входит в число тех, которые я гоняю в своем плеере, но, тем не менее, это группа, к которой я отношусь с уважением. И, возвращаясь к их живому выступлению, я хорошо помню, что тогда отметил для себя, что она воспринялась мной не как выступление какой-то старой русско-рокерской говногруппы, а она смотрелась и звучала и в целом ощущалась на удивление Фермова. Так вот, у ДДТ вышел трибьют, в нем поучаствовали такие группы, как Люмен. Не стреляй, воробьев, не стреляй в голубей, не стреляй просто так из рогатки своей. Animal Jazz. Когда ты стоишь у голодной силы. Луна. Автобус крайний ушел. Сгорели все фонари. И другие. Причем с кавером Луны тоже произошла забавная история, они записали песню под названием «В бой», которую ДДТ выпустили в 2005 году. Вступление этой песни оказалось отдаленно похожим на вступление Giving Up от Linkin Park, который, к слову, вышел двумя годами позже. Видимо, Луны решили немного угореть и сделали в своем кавере вступление еще более похожим на Linkin Park. И, естественно, у многих бомбануло. Кстати, я считаю, что есть разница между плагиатом и намеренными отсылками к чему-либо. И иногда это забавно, иногда это отдельный вид искусства. В общем, мне кажется, что когда трек группы ДДТ припевает кто-то типа Люмина или Луны, это еще как-то вяжется в мозгу, но мне было сложно представить группу Аматори, исполняющую трек «Родина». Тем не менее, такое произошло. Эй, начальник! И знаете, как неудивительно по звучанию, настроению и тексту, этот кавер получился вполне в духе экранного альбома Аматори и, в принципе, мог бы органично туда вписаться. Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной. Я помню, смотрел какое-то интервью Дани Светлова, в котором он рассказывал, что котирует ДДТ и что Юрий Шевчук приглашал его барабанщиком в свою группу. Но это означало бы отказ от Аматори, поэтому Стюарт сделал выбор в пользу своей банды. И, возвращаясь к каверу, я респектую группам, которые не боятся делать такие эксперименты, которые не боятся браться за что-то, что, на первый взгляд, в их исполнении было бы очень сложно представить, не боятся быть непонятыми какой-то части своих фанатов. Ну и не думал, что когда-то буду говорить о ДДТ на Новомерсе Радио, но раз уж пошла такая пьянка, пользуясь случаем, давайте скажу о том, что у Юрия Шевчука и компании вышел новый сингл с клипом. Он называется «Мертвый человек». У него такая обложка с человеком, похожим на... И, как вы понимаете, он о ситуации в стране. Даже если вам не близка музыка ДДТ, этот клип можно посмотреть хотя бы ради анимационного видеоряда. А еще, ребяточки, у моей группы вышел летний акустический каверок на Simple Plan. Ссылочку на него я оставлю в описании. Если перейдете, посмотрите и поделитесь своим впечатлением в комментарии, мне будет приятно. У меня особо нет других площадок, кроме Новомерсе Радио, чтобы показывать людям наше творчество. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца, тем, кто поддерживает меня копеечкой. Всем хороших выходных и пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Спасибо.